ну добро пожаловать на программу диван вопросов от родителей сегодня у нас необычайный гость мы так ее называем алина правильно же мне 21 год и я дочь верующих родителей был ли у тебя вот вообще период когда ты вот особенно переживала думала ты с богом или нет вот такой вот но момента когда я прям выбирала типа остаться мне в церкви или нет такого никогда не было то есть ты никогда не было вне нее то есть мне не было такого периода когда я думала остаться или нет уйти или не уходить это всегда было моё то есть выбор самого детства это круто когда ты сделал примерно но наверное более как осознанно в 13 лет в лагере чистота и святость там это не то что прям выбор был а мы там писали такие бумажки прикольные типа вот там я посвящаю жизнь богу что-то в этом роде вот ну наверное так как больше как формальный какой-то такой момент был потом в этом же году я получила крещение духом святым 13 и затем водное крещение ты рада что ты пошла на этот шаг конечно в школе как тебя складывались отношения в школе интересно мы вначале семья жили в поселке небольшое население 3 или 5 тысяч и из-за такого маленького объема жителей все знали кто я я правда хорошо что я об этом не знала в детстве потому что когда я пошла в школу оказывается за мной наблюдали все потому что все знали что я дочь пастора вот этого вот человека и всем было интересно как себя ведет эта девочка но про мне все говорили что я идеальный ребенок что это значит что значит быть идеальным расскажи а я не знаю я не помню этого но все наверное думали что если я послушная точнее бывали такие моменты когда я приходила к кому-то в гости там с подругами начала начинала играть то взрослые бывали удивлены почему она умеет веселиться в ее всегда видим в церкви на там тихая спокойная и такие типа бал а потом мы переехали во втором классе и там всегда ко мне было отношение какое-то интересное в плане того что многие рассказывают что вот там предлагали выпить или еще что-то ней втором классе нет это вообще вот я про всю сразу во втором классе кстати тоже бывает многие многие рассказывают что реально у меня есть знакомый который говорит что он там со второго класса начинал уже и курить и пить вот так что это не странно а потом оказалось что перед тем как я зашла в класс учительница всему все моим одноклассникам будущем сказала эта девочка дочь священнослужителя с ней пожалуйста ведите себя прилично то есть у меня даже не было выбора говорить там верующие неверующие за меня как сейчас ты занимаешься служением да все перечислять я молодежный руководитель руководитель хора и в прославлении на данном что именно в прославлении пою можешь спеть сейчас расскажи чем ты занимаешься помимо служения но на данный момент еще училась в университете на психологии служебной деятельности зачем хороший вопрос я не думаю что я буду прям психологом психологом но какие-то определенные вещи психологии они есть и за время вот эти четыре года уже учусь и для себя приняла такое решение что есть да многие вещи лишние но многие вещи они действительно взяты из библии то есть например но элементарно по фреду там что типа вот человеку надо там чтобы его все признавали сексуальные какие-то желания надеюсь дети не буду смотреть и и так далее а что библия по этому поводу говорит все что мире похоть плоти похоть очей гордость житейская то есть это все то же самое и на самом деле те вещи которые ты познаешь там библию житейским языком не то чтобы я просто наверное большей степени убеждаю что те принципы которые психологии есть и они работают они по-любому взяты из библии если это не работает значит она ничего общего не имеет с библией и так далее хорошую я думаю сейчас ты заслуживаешь за этот ответ аплодисментов я их слышу спасибо тебе известно твое призвание мое мнение тут такое что призвание это не прям что тебе ну какой-то момент там может и будет что-то понимаю что именно это мое призвание но на данный момент мое призвание это служить служить и неверующим людям верующим людям то есть быть максимально эффективной для бога а когда ты пробуешь чем-то вещь эффективно сейчас потому что делаю молодежном служении в прославлении объединен прославление хор я занимаюсь этим потому что я понимаю что я могу это сейчас сделать значит я буду это сейчас делать если мне бог это дает значит но у меня нет другого выбора а по работе ты хочешь делать бизнес работаю и чем-нибудь таким я репетитор по математике и физике нужно мне расскажи пожалуйста стыдно тебе было что ты верующий когда нибудь или нет сейчас будет интересный такой момент один раз мне было стыдно не то чтобы за то что я верующая прогуливал музыкалку музыкальную школу вот и потом один момент мне стало стыдно не за то что я верующая за то что я верующий так себя веду в таком русле то есть как бы да вроде бы стыдно что я верующая но короче надеюсь все поняли эту мысль давай поговорим чуть про твою семью про родителей про воспитание какие особенности воспитания может быть каждый день вас там наказывали или читали вам притчи как как вас проходил ваше воспитание ваш средний день например но очень много у нас не сейчас когда у нас какие-то служения в церкви проходят и но вечером как до этого был мой брат мы тоже вечером читаем библию вместе собираемся и это время когда мы не просто читаем библию какие-то откровения берем из библии а и время когда мы там может быть делимся своими переживаниями также то есть это то что было всегда это было такое прям сто процентов это всегда есть то есть даже если ты ребенок ты спишь то будили и мы все равно вместе шли читать библию ну потому что это фундамент и если там говорит что-то что-то ну сейчас вот спать надо не время для этого ну таким образом можно будет сделать соотношение то есть как с точки зрения родителей я буду делать точно так же своими детьми потому что таким образом ты показываешь что это основа это фундамент фундамент не то как ты себя чувствуешь или какие твои эмоции или как твоего переживает какое твое переживание именно сейчас чтобы в жизни не происходило есть вещи которые всегда остаются неизменными вот например это пребывание там молитве слове божьем так далее то есть сколько лет ты уже вот этим принципом вот этим но следуешь 21 запоминающийся не христианский поступок полгода прогуливала музыкалку серьезно но я делал это очень грамотно я приходила в музыкалку открывала дверь заходила выходила и домой приходила где было в музыкалке браво мудрое решение как ты относишься к по старым актерам тебе не кажется что это люди которые просто вошли в роль и не вышли если просто не бы этому обучены то в принципе нормально ну то есть про меня можно тоже также сказать что вот ты психолог значит и не искренно ты просто играешь какую-то роль ты просто людей тебе не дух святой там что-то говорит это просто все это прочитала по человеку но нет давай про психологии поговорим потому что действительно интересно что ты видишь такого психологии что тебе помогает вот сейчас анализирует людей и вот сейчас даже преподадим ребятам урок психологии какие-нибудь приемчики может быть уроки психологии для меня просто психология это такой момент который может тебе помочь работе с человеком то есть как поговорим про практическую психологию то есть про консультирование когда ты говоришь с человеком многие люди к этому немножко негативно относятся то что вот там используешь психологические приемчики и так далее но из своей практике скажу один такой момент с девочкой я просто как пробовала методику одну 33 рисунка вот там надо было по тематике ей нарисовать для меня это было больше просто как домашнее задание но впоследствии я то есть использовал эту психологическую методику психо диагностическую и вышла на некоторые и такие проблемы такие тайны которые она на самом деле бы вряд ли просто так кому-то рассказала и вряд ли бы она смогла в этом открыться и вряд ли бы мы просто диалогом дошли до этого сразу же вот и для меня психология с того момента стало просто как инструмент который тебе может помочь начать диалог помочь дойти до сути какой-то дальше уже я там не по методу психологии шла дальше уже мы общались именно не знаю как это не с точки зрения библии там где это не прописано просто по ведение духа святого наверно то есть дальше мы уже об этом разговаривали молились и так далее то есть это с христианкой да да с моей подругой в общении с людьми тебе может быть даже поможет в ведении программы тем отвернуться как эффективнее понимать человека какой у него канал восприятия то есть ну понятно что каждый человек по-разному воспринимает мир и ты можешь по направлению взгляда сказать кто там аудио кинестетик визуал и так далее а например я вот разговариваю сейчас я смотрю вверх вот я очень часто так делаю там когда вспоминаю что-то и так далее как запомнить кто какой для для себя сделала такую фишку вверх смотрит взгляд что самое вверху у нас глаза человек вверх смотрит он аудио ой визуал да визуал дальше что у нас идет уши уши и что еще у нас ну можно и до нос там что угодно взять то есть вначале мы если человек смотрит вверх он вспоминает зрительный образ если человек там ну размышляет и как-то вот сторону взгляд больше отводит то сюда по этой диагонали идет то соответственно он больше вспоминает звуковые какие-то воспоминания и но вниз когда пуща опущен взгляд это уже соответственно кинестетик то есть на ощущение как твое общение с богом проходит сейчас как ты оцениваешь ваши отношения на данном этапе ближе еще не было то есть не то что ближе они каждый день глубже и данный момент жизни наверное каждый день доверительнее ну то есть все глубже и глубже да это здорово это очень круто ты рада этому да тебя это не смущает но у меня был один момент когда я накосячила и я не собиралась то есть это был один из тех периодов когда ты вроде такой охладела немножечко проблема во взаимоотношениях с богом я никому об этом не говорила и просто как бы так эту сферу закрыла и соответственно никто из людей не знал об этом но папе приснился сон просто в деталях все и в тот момент у меня было такое пох в смысле я никому это не рассказывал почему так вот но потом я поняла что это настолько привилегия что бог когда понимает что нет других способов вытащить он берет и просто какими-то нереальными способами тебя забирать обратно когда ты понимаешь что ты настолько в боже что даже когда ты сам не хочешь бог берет себя и и вот так вот вытаскивает обратно вот это мощно это очень мощное свидетельство мы вообще целом здесь говорим в программе про взаимоотношения какие ты выделяешь особенности взаимоотношения и ты бы хотя вот нашим гражданам посоветовать рассказать вот с родителями с братьями и сестрами с кем с кем ты хочешь выделить с тем и быть наверное принципе к любым взаимоотношениям это относится просто доверять неважно с богом с друзьями с родителями доверие даже если это трудно даже если ты не знаешь к чему это приведет или наоборот знаешь к чему это приведет принципе для меня сейчас есть такое понимание что в основе любых взаимоотношений должно быть доверие полное доверие как бы ты описал бога для себя любящий потому что сюда входят все остальные по ним понятия то есть какие пример которые я рассказала когда мне после этого было не очень хорошо но я понимаю что это было проявление любви бога или же бывает момент когда ты думаешь что вообще очень сложно сейчас будет но просто чувствуешь нереальную поддержку бога когда у меня была ситуация когда мне пришлось ну не то что пришлось просто я брала на себя молодежное служение и за день до молодежки 1 я просто приехала в церковь и я просто чуть ли не орала с богом потому что смысле я сейчас мне сложно и такая как паника что ли я такая бог я вообще-то не хотела не планировала и ты мне дал ты пожалуйста сам разбирайся вот и потом ты когда я чувствовал поддержку других людей понимаю что вот тебя берет там подруга мне когда благословляние на за руку взяла я просто поняла что это такая поддержка и поддержка не просто от подруги а от бога не христианские друзья у тебя сейчас есть да как у вас с ними взаимоотношения как они относятся к тебе я не знаю как так получается но ко мне всегда все хорошо относились в плане того что не было такого чтобы меня гнобили даже иногда мне почему не было таких ситуаций к вере относились всегда с уважением даже интересовались больше и так далее то есть реально я не могу вспомнить случаев когда мне вот такие типа вот она сектантка но нет так говорили но при этом отношение ко мне не менялась то есть меня даже за счет этого наверное всегда считали каким-то авторитетом за счет того что я верующие не нравилось это часто примером приходилось быть всю жизнь и как тебе к этому как твое отношение был момент когда мне было такое типа сложно ну дочь пастора там все дела ты должна быть примером всегда везде его все вот но потом я поняла что это большое благословение и для меня и для других то что я своим примером могу влиять на других людей это круто это это большая ответственность да но если бог дал себе эту ответственность то вперед супер сейчас она смотрит человек которому нужно ободрение который вот вот он там он ага хорошо скажи ему слова поддержки и мы будем на этом завершать человек которому нужно ободрением наверное я опять же повторюсь доверься богу не важно что происходит какие обстоятельства в жизни не знаю может быть наоборот все хорошо это просто такой приунул что все хорошо доверь богу любую сферу твоей жизни как как был пример тут на конференции недавно мне вдруг такой почему у меня у самой недавно я поняла что я очень мало доверяю людям и работая над этим поняла что просто ты доверие это открываться то есть довериться богу это наверное просто сказать элементарно типа но вот у меня вот это я не могу или же я с этим не справляюсь может быть я не знаю что именно у тебя происходит быть максимально открытым и и способным принимать то что бог сделать дальше твоей жизни мы все рады друзья мы завершаем программу спасибо алина спасибо мне спасибо тебе зритель что досмотрел программу до конца спасибо спасибо